МакДуглс 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 Матер рисовал редко, тем ценнее эта работа. И то, что Бродский учился у Репина, чувствуется во многих очень выписанных деталях. Это и руки матери, это и лица, решения лиц. Но в этом портрете, безусловно, присутствует и психологизм Серова. Поражает в этой картине контраст статичной, твердой пози матери. То, как крепко она держит юную девушку, и динамичные фигурки девушки, как будто готовые улететь с порывом воздуха или с течением реки времени. Вся ее фигура как будто струится, она написана свободными, широкими мазками, хотя она тоже крепко держит мать. Если бы меня спросили, о чем эта работа, я бы сказала, что это работа о неизбежности расставания любящих людей. Глядя на эту работу, невозможно не чувствовать некую грусть перед тем, что расставание должно случиться. Расставание двух людей как будто еще связанной пуповины. Такой вот тесемочкой, тем не менее, дочь должна уйти. Обе это понимают. И радостное личико девочки, ждущей, жаждащей новой жизни, перемен любви, своей взрослой новой жизни и спокойное, несколько меланхоличное выражение лица матери, все это художнику удалось передать с неверозимой нежностью и искренностью чувства. Таким образом, в этом портрете как бы изображены или, скажем так, присутствуют три модели, три человека – мать, дочь и сам художник, сын и брат, который рассказывает нам с одной стороны о своих чувствах к любимым женщинам, а с другой стороны, понимая, что разлука неизбежна перед всеми тремя. Портрет матери и сестры художника – достаточно ранняя работа. Тем не менее, Бродский ее любил. Она выставлялась практически на всех персональных выставках мастера, начиная с 1934 года. Множество раз проиллюстрированная. Долго находилась в известной питерской коллекции. И сегодня я очень надеюсь, что она займет достойное место в замечательной коллекции русского искусства.